Первая статья Карсен-эмбрионик – это восходит к альфа-фетопротеину Гарри Залича Абельева, великого нашего ученого, а ЭВД, эволюция антогенеза, восходит к великому нашему морфологу-эволюционисту Алексею Николаевичу Северцову. То есть, вводя понятие карсена-ЭВД, мы развиваем наши национальные российские традиции в этой области, что очень приятно. И карсена-ЭВД объединяет три основные типа биологического развития – эволюционная, индивидуальная и неопластическая. Теория довольно сложная, имеет сложную структуру, состоит из основной гипотезы, нетривиальных объяснений и взаимоотношений с другими биологическими теориями, очень важных нетривиальных предсказаний, о которых мы сегодня будем говорить. И анализы большого очень литературы. Мы только процитировали полторы тысячи источников в книге и в других статьях. Книга вышла уже на китайском языке, так что из основных языков нам теперь расхватить только испанский осталось, чтобы книга вышла на всех языках мировых. Основная гипотеза гласит, что наследуемые опухоли на ранних стадиях прогрессии могли играть в эволюции организмов роль, предоставляя дополнительные клеточные массы для экспрессии эволюционно новых генов, возникающих в ДНК зародышевых клеток, и новых сочетаний генов для происхождения новых типов клеток, тканей и органов. То есть, таким образом, согласно основной гипотезе, опухоли являются полигоном экспрессии возникающих эволюционно новых генов в процессе эволюции генома. И нетривиальные предсказания, гипотезы, они касаются в основном генов, но сегодня мы будем говорить об органах. То есть, одно из нетривиальных предсказаний, что если действительно органы происходят из опухолей, то эволюционно молодых органов должны наблюдаться в процессе их развития опухолевые признаки. И вот об этом мы и поговорим. Сначала мы вот рассмотрим этот случай, он скоро станет уже классическим, по-видимому, шапочка золотых рыбок. Это эволюционно молодой орган у рыб, ему всего несколько сотен лет, он отбирался китайскими селекционерами. И в пользу того, что это орган, говорит его симметричный вид, симметричная форма, локализация на определенных частях головы, и возникновение на определенной стадии развития. А вот в пользу того, что это опухоль, говорит то, что, как видите, вот эта шапочка, она может так разрастаться, что закрывать и глаза, и жаберные щели, и даже рот. И даже, вот поскольку эти ценные золотые рыбки, им делают хирургические операции, понимаете, чтобы их продолжить жизнь и спасти их для хозяев. То есть это опухолевый признак. Вот такой смешанный орган эволюционно молодой с опухолевыми признаками. И Марк Абрамович Забежинский, наш выдающийся онколог-морфолог, доказал, что эта шапочка, по сути, является доброкачественной опухолью. То есть имеет все признаки доброкачественной опухоли. Таким образом, мы имеем пример искусственного отбора доброкачественной опухоли, который приводит к возникновению органов. Вот такая интересная работа была нами выполнена и опубликована в вопросах онкологии в свое время. А затем мы продолжили анализ эволюционно новых органов млекопитающих. Как известно, ими являются плаценты, молочная железа и простата. И оказалось, что у них очень много опухолевых признаков. Особенно много у плаценты. Посмотрите, сколько. Ну, просто много. Я опубликовал первый обзор на эту тему в своей книге в 2014 году. Через два года состоялся европейский симпозиум специальный относительно сходства плаценты и опухоли. С основным вопросом, чем же отличается плацента от опухоли? Оказывается, единственное неповторимое отличие в том, что плаценты – это регулируемая опухоль. Вот такая интересная ситуация. А молочная железа и простата, они тоже обладают большим числом опухолевых признаков, причем самым интересным является следующее. Джейми Дэвис провел анализ в свое время. Это морфолог такой классический. Кстати говоря, я не знаю, как сейчас, он был одно время главным редактором журнала «Органогенез». И он проверил вот что. Он проверил зависимость частоты возникновения опухолей от возраста органов. И оказалось, что наиболее частое возникновение опухолей характерно для наиболее эволюционно молодых органов. Каких? Молочной железы и простаты. То есть вот такой признак. Ну а кроме того, у них в развитии есть и инвазивность, и так далее, и так далее. И я назвал такие органы опухолеподобными органами. И таким образом, из этого краткого такого анализа следует, что предсказание нашей теории о том, что эволюционно молодые органы должны обладать опухолевыми признаками, оно оправдывается. И недавно наше внимание привлек жировой орган млекопитающих. Во-первых, сначала наше внимание привлекло то, что жировые ткани составляют жировой орган. То есть вот мы биологи, мы учились где-то, да, и мы об этом не знаем. Это новое сравнительное понятие, видите, уже, это уже 21 век, понятие 21 века, да, 2001-2003 год. То есть к чему пришли люди, занимающиеся жировыми ткарами? То, что это метаболический эндокринный орган, который оперирует как структурное целое. Причем иногда парадоксально говорят, что вот жировые ткани являются эндокринным органом, понимаете? А вот Цинти, он директор института, кстати, итальянского, который занимается ожирением, он просто ввел представление о том, что это орган. И он говорит, вот смотрите, что такое орган? Орган – это анатомическая структура, которую можно иссечь хирургически, состоящая не менее чем из двух тканей, имеющей определенную функцию. И жировой орган этому всему удовлетворяет. То есть мы будем говорить уже, начиная с этого момента, о жировом органе, а не о жировых тканях. Вот как выглядит жировой, иссеченный жировой орган. Это слайд из Цинти. Причем видно, что это очень большой орган. Он по массе может составить, он самый может быть большой орган тела, да? Он состоит из многих депо, которые имеют собственную иннервацию и сосудистное снабжение, да? И очень отличается вот подкожное депо, висцеральное депо и так далее. То есть вот такие вот сложности. Затем сложности то, что много жировых тканей оказывается. Есть вот белая, бурая, бежевая. Еще некоторые считают, что жировая ткань костного мозга, она тоже отдельная какая-то, да? Причем, смотрите, белая и бурая жировая ткань, они отличаются по морфологии и локализации. Бежевая жировая ткань, она напоминает бурую морфологически функционально, но по развитию ближе к белой жировой ткани. То есть довольно сложные вот такие взаимоотношения между ними, да? А функция у жирового органа фундаментальная. Это была приобретена она на ранней стадии эволюции млекопитающих, как адаптация к более бедной диете, да? И к теплокровности. И жировой орган играет центральную роль в энергетическом метаболизме и гомеостазе глукоза. И он регулирует метаболизм других тканей в соответствии с пищевым балансом организма. Самое интересное, что жировой орган является эволюционно новым для млекопитающих. Причем, смотрите, хранение энергии в виде формы липидов является древним признаком. Белки и клетки, участвующие в хранении жиров, древние. А жировой орган является эволюционно молодым. В частности, бурая ткань, она не описана у рыб, амфибии, рептилии, птиц. Присутствует только у высших млекопитающих. Вот смотрите, как это выглядит на слайде. Только у высших млекопитающих уже появляется бурая жировая ткань. А если теперь мы посмотрим вообще появление и накопление признаков органа жирового, то мы увидим, что эти признаки градуально накапливаются по направлению к млекопитающим. Вот у птиц еще нету двух основных признаков. Нету бурой жировой ткани и терморегуляции. И только у млекопитающих жировой орган обладает всей совокупности функций. И таким образом, для млекопитающих он является эволюционно новым. И поскольку это так, и поскольку мы интересовались опухолевыми свойствами эволюционно молодых органов, мы решили посмотреть, что там с признаками опухолевыми у жирового органа. И мы нашли очень много таких признаков. И вот потихонечку по одному мы их сейчас рассмотрим. Во-первых, сразу что бросается в глаза, это способность к неограниченной экспансии. И многие уже авторы, они уже заметили это. Они говорят о выдающемся сходстве экспансии жировой ткани с ростом солидных опухолей. Причем самые разные причины могут вызвать вот такую экспансию. Ну и самый главный пример, это мы знаем, это ожирение. Оказывается, что липомы являются наиболее частыми опухолями. То есть 50% всех опухолей мягких тканей и около 2% населения поражено липомами. А липосаркомы, они одни из наиболее частых злокачественных опухолей мягких тканей. Важным признаком опухолями является пластичность. Ревиосабилпластичность, обратимая пластичность, связанная с мезонхимальным эпителиальным переходом. И вот оказывается, что и такая же пластичность характерна для адипоцитов, для жировых тканей. Самые первые работы от Синти, они показывали, что адипоциты способны к трансдифференцировке во время холода, физических упражнений, лактации, ожирения. И сейчас это стало более сложно. Сейчас, когда можно отследить вообще линии клеток, как они дифференцируются, там еще и предшественники стали играть какую-то роль. Но, тем не менее, понятие о трансдифференцировке адипоцитов продолжает существовать и подтверждается. Причем интересно, что, например, оказывается, что жировые ткани принимают самое активное участие в образовании еще одного эволюционного органа, именно молочной железы. И там они тоже демонстрируют выдающуюся трансдифференцировку, и из них, по-видимому, могут происходить и клетки молочной железы, понимаете, путем трансдифференцировки. То есть эпицидальные клетки молочной железы могут путем трансдифференцировки происходить из адипоцитов. И здесь я вот еще одну вещь интересную хочу сказать. Мы только что говорили, что вот этот эволюционный молодой орган молочной железы характеризуется высоким уровнем опухоли, а вот липосаркомы там очень редки. Понимаете, вот такие интересные вещи. Пластичность адипоцитов наблюдается при фиброзе и раке. И более того, адипоциты могут происходить из раковых клеток молочной железы. То есть вот это свойство пластичности, она, значит, похожа у жирового органа и у опухоли. Индукция ангиогенеза. Ну, мы знаем, что опухоли индуцируют ангиогенез, а то же самое показано для адипоцитов и инвилы, и инвитро. И рост жировой ткани, экспансия жировой ткани зависит очень от сосудов, потому что гипоксия, да, так же, как и опухоли. Гипоксия, так же, как и опухоли, вызывает хроническое воспаление. Причем механизмы очень похожи на опухолевые механизмы. То есть гипоксия индуцирует миграцию, инфильтрацию жировой ткани макрофагами. Насыщенные жирные кислоты связываются с тол-лайк-рецептором, стимулирует синтез ТНФ-альфа. И получается параклинная петля, которая поддерживает хроническое воспаление в жировом органе при ожирении. Ситуация очень похожа на ситуацию с хроническим воспалением в опухолях, которые тоже являются примером хронического воспаления. Ремоделинг и дисфанкшн. Я перевожу это как перемоделирование, то есть переструктурирование ткани. И действительно мы видим, что в связи с хроническим воспалением, значительная происходит перестройка жировой ткани. И более того, это вызывает потерю функции. А с потерей функции связано уже ожирение. И аналогичные вещи мы видим и в опухолях. Одним из самых фундаментальных признаков опухоли является потеря функции. И системное влияние на организм. Опухоли оказывают системное влияние на организм. И тем более, жировой орган оказывает системное влияние, поскольку он является центральным регулятором метаболизма. А при воспалении и при хроническом воспалении и ожирении это приводит к инсулиновой резистентности и к изменениям метаболизма глюкозы. И вот этот энергетический эмболизм регулируется гормонами, которые производятся жировым органом. И мы знаем, что и опухоли тоже производят эктопические гормоны. Жировой орган производит так называемые адипотины и классические цитотины. И лептин, который тоже относится к адипотинам, он является центральным регулятором энергетического метаболизма у млекопитающих. Ну и вот эктопический синтез гормонов опухолей, да, вот они синтезируют гормоны, которые по структуре похожи на нормальные гормоны, но, как правило, они в меньших количествах опухолями продуцируются, но продуцируются, и очень часто. Микро-РНК, которые влияют на функции других тканей, производятся и опухолями, и жировыми тканями. Иммуносупрессия, да. Ну, про опухоли ясно, что опухоли вызывают иммуносупрессию, и такие эволюционно молодые органы, опухолеподобные, как плаценты, вызывают иммуносупрессию, и жировые органы вызывают иммуносупрессию при ожирении. И очень приятно здесь вспомнить, конечно, Владимира Михайловича Дильмана и его школу научную, которая ввела впервые представление о метаболической иммуносупрессии и о метаболической иммунокоррекции. Понимаете, да. И получается, что иммуносупрессия – это тоже общий признак и опухолей, и жирового органа. Далее, повреждение ДНК, устойчивость к капаптозу. Вот это, связанное с ожирением воспаления и активительный стресс, приводит к повреждениям ДНК. Более того, даже есть такие вот белки, сайт-белки, которые участвуют в регуляции обмена липидов, они как расшифровываются? Cell death inducing ДНК fragmentation factor, альфа. То есть они участвуют в фрагментации ДНК, а это, так сказать, шаг апоптоза. И тем не менее, апоптоз атипоцитов избегается за счет активации этих факторов, как и BCL2, так же, как и опухолей. Имеется другой еще ген, сервоевин. Значит, его белок является ингибитором апоптоза, апрегулируется при ожирении и воспалении, да, является регулятором липидового обмена и является онкогеном. То есть прямая связь, вот сервоевин, он демонстрирует нам прямую молекулярную связь между ожирением и раком. И один из самых ярких примеров сходства жировых тканей с опухолями – это эктопическое отложение жиров в скелетных мышцах, в сердце, в печени, в поджелудочной железе, в плаценте и в почках. Причем, как она вызывается? Она может вызываться образованием капелек липидов в паренхемальных клетках за счет адипоцитов, происходящих из резидентных предшественников адипоцитов, или за счет миграции предшественников адипоцитов из подкожной жировой ткани. То есть это вообще говоря инфильтрация, это метастазирование. Причем более того, что, смотрите, одна и та же регуляторная ось и в случае метастаза опухолей, и в случае миграции вот этих адипоцитов происходит. То есть это очень глубокая гомология, понимаете? И более того, посмотрите, вот эта миграция, она ингибируется антидиабетическими лекарствами. Миграция адипоцитов, она ингибируется веществами, глитозонами, которые используются, с одной стороны, для лечения диабета, а с другой стороны, для противообухолевых препаратов. Еще другая группа лекарств, это бигуаниды, да, это то, чем занималась как раз школа Дильмана, и наши выдающиеся соотечественники и коллеги, Владимир Николаевич Анисимов, Лев Михайлович Берштейн, и это огромное достижение нашей школы, что известно, да, что метформин – это самое часто употребляющееся лекарство в истории вообще медицины, по-видимому, да, ну вот. Но для нас, вот для сегодняшнего рассмотрения важно, что одни и те же лекарства могут использоваться для лечения ожирения и рака, то есть это подчеркивает вот это фундаментальное сходство вот этих вот процессов. Итак, вот сделаем некую саммари, да, общие черты жирового органа, млекопитающих и опухолей. Значит, неограниченная экспансия, высокая частота возникновения опухоли, обратимая пластичность, индукция ангиогенеза, хроническое воспаление, перемоделирование и дисфункция, системное влияние на организм, продукция гормонов, продукция микро-РНК, влияющих на другие ткани, иммуносупрессия, повреждение ДНК, устойчивость к апоптозу, инфильтрация других органов и тканей, и одни и те же лекарства могут использоваться для лечения ожирения и рака. Вот смотрите, 13 таких, это много, понимаете, и вот эти все черты жирового органа и опухоли общие, они входят в так называемый список Hallmarks of Cancer. Все, понимаете, даже больше получается у нас. И многие из них связаны с ожирением. Вот такая, то есть это какой-то результат, он был совершенно для нас неожиданным, надо сказать, понимаете, да, но предсказанный нами, да. И отсюда следует, что в соответствии с нашей теорией, да, которую мы развиваем, можно предположить происхождение жирового органа из каких-то наследуемых мезенхимальных опухолей, которые продуцировали вот как опухоли какие-то эктопические гормоноподобные вещества. И вот эти клетки, они приобрели способность к синтезу и накоплению жиров. А этот процесс накопления жиров, он приводит к ингибированию вот опухолевых свойств, к ингибированию прогрессии и злокачественности, да. И мог начаться отбор вот в этих опухолях в условиях ограниченной диеты, в условиях происхождения терморегуляции, и произошел вот такой, мог произойти такой вот орган, центральный регулятор аналитического обмена у млекопитающих. Это вот такая гипотеза, которая следует из всех наших вот таких представлений. И теперь мы вспомним еще другие наши нетривиальные предсказания гипотезы, и они в основном генов касаются. И вот следуя этим нетривиальным предсказаниям, мы открыли целый новый класс генов, это эволюционно новые гены, которые экспрессируются в опухолях. А потом мы стали изучать вот эти гены, мы их назвали тисин, да, по-английски. И вот мы стали изучать тисин гены рыб и их артологов у человека, потому что, согласно гипотезе, они должны приобретать прогрессивные функции. И для этого мы использовали экспериментальную модель Zebrafish полосатого Дания, да, причем трансгенная, когда мы могли индуцировать опухоль, могли эту опухоль регрессировать, да. И вот мы делали там, видите, глубокое секвенирование, а потом анализ последовательности в компьютерах. Вот такая довольно сложная картина этого анализа. И мы обнаружили там около 300 генов у рыб, которые работают в опухолях рыб, и являются эволюционно новыми для рыб. И около 343, да, это человеческие артологи этих генов рыб, да, а среди них 23, которые приобретают функции, которых нет у рыб. Вот эти на следующем слайде представлены, да. То есть мы нашли гены, артологи генов рыб, которые произошли у рыб и работали в опухолях рыб, которые у человека стали осуществлять функции, которых нет у рыбы и быть не может. Вот, плацента, да, вот эта перегородка межжелудочковая, нет у рыбы такой перегородки, и не будет никогда, да. Там, я не знаю, развитие легких, развитие молочной железы. То есть вот 23 гена таких мы нашли, понимаете, и мы их описали в статье, которая была опубликована недавно. Но в этой работе мы еще тогда не интересовались жировым органом, понимаете. И мы жировые функции не смотрели среди вот этих генов, среди 343 человеческих артологов. А когда мы поняли, что вот этот жировой орган является такой совершенно эволюционно новой сущностью и прогрессивной, да, для млекопитающих и человека, мы стали смотреть и нашли еще пять генов. Среди наших вот этих генов, описанных 23, мы нашли пять генов, которые принимают участие в функции жирового органа. И среди них лептин, который вообще приобрел функцию центрального регулятора энергетического обмена у млекопитающих. То есть это вот, видите, это уже второе предсказание, которое мы, так сказать, подтвердили в ходе вот этой, понимаете, работы. И, ну, это мы показали, а есть еще и другие вот гены, которые удовлетворяют этому требованию. Вот помните, мы уже смотрели эти сайты белки, которые участвуют в регуляторе, как регуляторы вот и при ожирении, и при диабете, при стеонозе печени, да. И оказывается, да, что они тоже происходят только у позвоночных. То есть тоже эволюционно новые гены вот такие, которые связаны с функцией... Но самое яркое вот такое подтверждение, мы уже о нем немного говорили, это то, что адипоциты, оказывается, инвитро, могут произойти из клеток опухоли молочной железы. То есть это тоже вот такое подтверждение вот этой схемы, которой мы предлагаем, что жировая ткань вот с этим впечатляющим перечнем опухолевых признаков произошла из какой-то опухоли. И таким образом, имеющиеся данные наши собственные, полученные другими авторами, поддерживают возможность происхождения жирового органа из каких-то наследуемых мезонхимальных опухолей. Вот когда, ну не совсем понятно, либо это между птицами и млекопитающими произошло, либо немного раньше, да, это еще требует дальнейших изучений. И вот смотрите, вот этот слайд мы нарисовали для опухолеподобных органов, да, еще до того, как мы заинтересовались с жировым органом. И оказывается, что если вот сюда нарисовать четвертый орган жировой, да, то он удовлетворяет всем этим требованиям. Эволюционная новизна и коэволюция этих органов, высокая частота возникновения опухолей, регулируемая инвазивность и коэкспрессия орган-специфических инцидентов. Вот лептин, он еще в плаценте экспрессируется, например, понимаете? И таким образом мы приходим к выводам. Значит, какие выводы? Что жировой орган млекопитающих можно отнести к так называемым опухолеподобным органам наряду с плацентой, молочной железой и простатой. Наличие опухолевых признаков у жирового органа млекопитающих является подтверждением одного из нитериальных предсказаний теории Карсона и Вадева. Очень важный вывод третий. По-видимому, может идти речь о расширении зоны ответственности онкологии, исключением у нее процессов, связанных с ожирением. И наличие опухолевых признаков у жирового органа, его возможное происхождение изнаследуемых опухолей, предполагает, что можно использовать подходы, разработанные для борьбы с ожирением, такие как голодание, низкокалорийная диета, кетодиета, также и для борьбы с опухолями, в том числе и в случаях при отсутствии ожирения. И наоборот, некоторые способы борьбы с опухолями, и медикаментозные, и хирургические, и интервенции на разных стадиях развития процесса, могут быть использованы для борьбы с ожирением. И несмотря на то, что мы знаем, уже много эмпирически таких вещей делается. И диеты, связанные с онкологией, с различными локализациями, и послеоперативные и так далее, тем не менее, когда у нас имеется вот такой обобщающий теоретический подход, это предоставляет новые возможности для построения новых подходов. Благодарю за внимание. Спасибо.